Ольга Павловичева Шесть швей у нас, нижнее белье шьет, наволочки, насыпеньки, из остатков ткани платочки, подштаники шили, красивые, цветные. Даже уже фотографии парни присылали. После плетения маскировочных сетей Ольга занялась тем, что ей больше всего по душе – готовкой всевозможных гостинцев. Уже несколько месяцев Ольга отправляет на фронт домашние заготовки. Это и квашеная капуста, приготовленная по лучшим рецептам – со свеклой, морковью, клюквой и всевозможными пряностями. Чесночная паста и горчица тоже сделаны с любовью, чтобы обед у ребят был сытным и ароматным. И главное – каши с мясом, приготовленные в автоклаве. В день закатывается более 20 банок. Ольге помогает ее супруг Анатолий на склад гумпомощи, а он же ездит как на работу. Практически ежедневно отвозят гуманитарные грузы, собранные Ольгой и другими активистами группы. Тем временем внучка Настя учится готовить у любимой бабушки. А подруга Ольги Валентина тоже трудится на кухне. Сын мой тоже был в СВО. С сентября по январь месяц. Каждый день смотрим телевизор, видим, как им плохо, как трудно, тяжело. Но они стоят на смерти. Ольге и ее единомышленникам морковь и лук приносят местные жители. Благо, огороды есть почти у каждого в Красноборске. Также помощь поступает из Паса Николаевского женского монастыря в городе Арзамасе. Настоятельница присылает крупы и масло для приготовления каш. Подсобить может любой желающий. Достаточно найти группу «Вместе мы силы» в Телеграм и написать в чат.